А сегодня мы поговорим про очень маленькое, но очень богатое европейское государство – это 10 интересных фактов про княжество Монако. Эта страна находится на юго-восточной границе Франции, на берегу Средиземного моря. Население страны 37 тысяч человек, официальный язык французский – валюта евро. Итак, поехали. Площадь Монако всего 2 квадратных километра, что ставит его на второе место среди самых маленьких стран мира. Меньше Монако – только Ватикан. Монако очень тесно связан с Францией, так как фактически находится в этой стране. Княжество зависит в том числе и от инфраструктуры Франции, ведь в самом Монако нет даже своего аэропорта, просто потому, что там для него просто нет места. Единственный способ попасть в Монако по воздуху – это вертолёт. Они летают в Монако из Франции каждые полчаса. Монако является городом-государством, поэтому столицы там нет. Население Монако составляет всего 37 тысяч человек, которые имеют гражданство этой страны. Но в рабочие дни население страны удваивается из-за приезжающих на работу в Монако французов. Они работают там весь день, а потом уезжают обратно домой во Францию. Также в Монако постоянно присутствует огромное количество туристов, которое как минимум в 5 раз, а летом и в 10 раз превышает количество жителей страны. Интересно то, что практически треть всех граждан Монако являются миллионерами. В стране вообще нет бедных, а уровень безработицы составляет менее 1%. Также стоит отметить, что Монако занимает первое место среди всех стран мира по продолжительности жизни населения. В среднем ожидаемая продолжительность жизни гражданина Монако – 89,5 лет. Страна по этому показателю обгоняет даже Японию, известную своими долгожителями. Это обеспечивается тем, что все граждане Монако очень состоятельны и поэтому у каждого из них есть возможность пользоваться самыми лучшими и дорогими медицинскими услугами, правильно питаться и жить в довольно экологически чистом месте, коим является Монако. У Монако нет собственной армии, то есть вообще. В случае чего за безопасность и военную защиту Монако отвечает Франция. Уровень преступности в Монако невероятно низок. Он является таковым из-за того, что, как уже говорилось ранее, все жители страны богаты и у них нет надобности вставать на криминальный путь. Также из-за столь малого населения Монако занимает первое место в мире по количеству полицейских на душу населения. У Монако и у Индонезии одинаковые флаги. Они отличаются только соотношением сторон. Флаг Индонезии более вытянутый, а флаг Монако более квадратный. Интересно то, что когда Индонезия в 1945 году провозгласила независимость и приняла красный-белый флаг, Монако выразила в связи с этим международный протест, так как опасалась, что их флаги теперь будут путать. Однако протест был отклонён ООН из-за того, что флаг Индонезии был признан более древним, чем флаг Монако. Поэтому у двух этих стран теперь по сути одинаковые флаги. В Монако практически нет никаких налогов для физических лиц. Там нет даже подоходного налога. То есть если бы вы были гражданином Монако и работали там за зарплату, то с этой зарплатой вы бы не платили никаких налогов. Тогда возникает вопрос, откуда государство берёт деньги на то, чтобы функционировать? Так вот деньги государство зарабатывает благодаря огромному потоку туристов, а также благодаря знаменитым во всём мире казино в Монте-Карло, большая часть доходов от которых идёт в государственную казну. Также в Монако очень развит банковский сектор и соответственно через страну поэтому проходят большие финансовые потоки, часть которых оседает в казне этого государства. Как уже говорилось ранее, казино являются визитной карточкой Монако. Туда со всего мира съезжаются самые богатые люди мира. Это, пожалуй, самое люксовое и папостное место на Земле. Интересен тот факт, что граждане Монако не имеют права играть там в казино, они могут там только работать. Позиция государства такова, что казино работает только для иностранцев и приносит прибыль стране, а граждане Монако не должны проигрывать свои деньги. Если гражданину Монако так не имётся, и он всё-таки очень хочет проиграть свои кровные, то он может сделать это только в другой стране. В Монако самая дорогая недвижимость в мире. Одной из главных причин этого является то, что княжество очень маленькое и земли на всех не хватает, но при этом спрос на недвижимость там огромный в связи с большой популярностью этого места среди богачей всего мира. Огромное количество голливудских фильмов были частично или полностью сняты на территории Монако. Вышеупомянутое казино Монте Карло появлялось в фильмах про Джеймса Бонда целых три раза. Каждое лето, начиная с 1929 года, в Монако проводятся гонки Формулы-1. Цены на билеты на это мероприятие очень высоки. В среднем один билет стоит 1500 евро. Также в Монако каждый год проводится всемирная яхтенная выставка, куда производители яхт привозят показать свои лучшие суда потенциальным покупателям. Интересно то, что каждый год средняя длина яхт, участвующих на этой выставке, увеличивается почти на полметра, то есть яхты каждый год становятся все больше и роскошней. Форма правления в Монако – конституционная монархия. Этим княжеством правят, как это неудивительно, князь, который не имеет никакой фактической власти, как это и полагается современному монарху. Его зовут Альбер II и в основном он выполняет только представительские функции, как и королева Великобритании. А на этом все, если вам нравятся мои ролики про странный, то поддержите мой канал, подписавшись на него, чтобы не пропустить новые интересные видео. Также в продолжении темы советую вам посмотреть мои видео с интересными фактами про Францию и про Италию, ссылки на них будут прямо на экране. Спасибо вам за просмотр, не забывайте вступать в мою группу ВКонтакте и подписываться на мой Инстаграм. Ссылки будут в описании. С вами был Демиос. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok